МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в лесике Северодвинска итоги недели. Подземные воды привели к обвалу. Из бездны пришлось эвакуировать автомобиль. На все жалобы реагируют на нас одинаково. Нет денег, это не наше. Бомба во второй горбольнице сообщение Северодвинса собрало все спецслужбы города. Я ее сам принес, так ее если нету, так еще можно лечь идти. Животных убить людей под суд против приюта «Четыре лапы» организовали заговор. Мы переписали всех людей, которые состоят в этой группе, убрали в черный список. В туалет с зонтиком жильцы советской 38 страдают от дождей в уборной. И чего вы так сидим на туалете? В городе из-под ног уходит асфальт. В эфире «Вестник Северодвинска». Итоги недели с обзором наиболее заметных и ярких событий, уходящих с 7 дней. В студии Анна Бибикова, здравствуйте. Валился грунт прямо на проезжей части. ЧП произошло около жилого дома на пробеды 52. Под асфальт чудом не угодил автомобиль. Застрял лишь одним колесом. Как только машину эвакуировали, дорога ушла из-под колес. Жители дома утверждают, причина обвала – подземные воды. Словно блюдцы с молоком, эта яма на проезжей части парализовала движение машин теперь надолго. Во дворе дома номер 52 по проспекту Победы подземные воды размыли грунт, как результат – огромная дыра в асфальте. Проезжающая машина чудом не угодила в аврал, а лишь застряла одним колесом. Автомобили эвакуировались, «Веродвинец» уехал по делам, а вот яма осталась. Жильцы дома не удивлены – довольно долго у них был затоплен подвал. Жители 4-го подъезда соседнего, у них был затоплен подвал какое-то время и травилы. И до сих пор сейчас даже очень тяжелый запах спертый в подъезде. Ну, на все жалобы реагируют нас одинаково. Нет денег, это не наше, ну и так далее. Вот, это не наше оттуда, пришло в это наше вот сюда. В образовавшуюся лужу изнутри теперь льет дождь снаружи. Изначально, по словам очевидцев, из-под асфальта бил небольшой ручей. Его заметил дворник. Он и позвонил в управляющую компанию. Те приехали, но опоздали. Ручей превратился в озеро. Оказалась причина в поломке сетей наружного водопровода 19-го цеха. Повреждение не было запланировано. И 19-й цех тоже не мог предвидеть, что именно случится повреждение в этом месте. Повреждение будет устранено. Ну, а завтра, послезавтра, я думаю, что все там будет восстановлено. Вода из кранов жильцов на время работ не исчезла. Подземный ручей на данный момент остановили. Теперь задача 19-му цеху – восстановить дорожное покрытие. Напомним, за текущий год это не единственный случай обвала грунта в Северодвинске. Полгода назад в похожей пропасти пострадали два автомобиля. Марина Хохлова, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. На этой неделе наш город в очередной раз погрузился во тьму. На полтора часа в центральной части Северодвинска пропало электричество. Напомним, без света в этом году горожане оставались больше пяти раз. Правда, сейчас дело уже не в погодных условиях. Подробности у Дмитрия Ефимова. Вот так вот, все, внезапно. Внезапно просто отключили и все. Я только хотела чайник поставить покушать. Вот и все. И больше не включали. Вечернюю трапезу жильцов на Ломоносово 51 нарушило внезапное отключение света. Тьма пришла в дом около половины восьмого вечера. Причем одним зданием она не ограничилась. Выключили и все. Больше ничего. А сколько раз выключали? Два. Включили полдевятого примерно. И пять минут не прошло, опять выключили. И вот только сейчас... Нет, не полдевятого, около восьми. Скажите, а в аварийку обращались? Нет. Я посмотрела, там все даже на остановке не горит. Думаю, значит, что-то вария какая-то. Тьма наступила в домах по улицам Юбилейной, Коновалова, Ломоносова. Остались без электричества и все близлежащие магазины, в которых, к слову сказать, стоит холодильное оборудование с продукцией. Напомним, за этот год электричество в Северодвинске отключали больше пяти раз. Причины называли разные. В основном смену погоды. А в этот раз специалисты сослались на повреждение кабеля. Причиной отключения стало повреждение на кабельной линии в сетях одного из крупных абонентов города, который эксплуатирует один из участков сети, отходящий от подстанции Северодвинская. Подстанция Северодвинская расположена на улице Энергетиков-2. После повреждения кабеля здесь сработала автоматическая защита. Она отключила целую цепочку сети, включая жилые дома, причем выборочно. Поэтому получилось так. На одной и той же улице одно здание наполнено светом, другое стоит во тьме. Уже к девяти часам вечера свет стал появляться в остальных домах. Энергетикам пришлось полностью восстанавливать схему электроснабжения и поэтапно подключать Северодвинск к электричеству. Специалисты отмечают, авария не сильная, поэтому справиться с ней удалось быстро. Правда, гарантии, что отключения не повторятся, нам в организации не дали. Дмитрий Фимов, Наталья Аскерко, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. В Совет депутатов Северодвинска поступил проект бюджета на 2014 год, а также на плановый период 2015 и 2016 годов. В этот раз главный документ будет особенным. Об этом и других не менее важных событиях недели в рубрике «Коротко». 4 миллиарда рублей – таков бюджет города на 2014 год. В Совет депутатов Северодвинска поступил проект бюджета на 2014 год, а также на плановый период 2015 и 2016 годов. Главная задача – обеспечить жизненно важные расходы. Это выплата зарплат и социальные гарантии. А вот финансирование ремонта дорог и внутриквартальных проездов останется на уровне 2013 года. На капитальный и ямочный ремонт направят около 200 миллионов рублей. Расходов потребует реализация 15 программ. Это касается культурных учреждений, соцподдержки и городского хозяйства. Первые общественные слушания по проекту состоятся 14 ноября. Восьмилетний Архангел Огородки требуется помощь. Напомним, Виктория Цветкова пострадала в страшной аварии. Автомобиль, за рулем которого находился депутат областного собрания, выскочил на встречную полосу. В результате аварии Вика лишилась руки. Сначала Вике необходим косметический протез, а затем уже функциональный. Первая обойдется примерно в 350 тысяч рублей, а вторая уже в несколько миллионов. До совершеннолетия Вике придется сменить до шести функциональных протезов. Помощи близкие просят у всех неравнодушных, чтобы ребенок обнял родителей обеими руками. Атомная подводная лодка нового поколения «Северодвинск» завершила заводские ходовые испытания и приступила государственно. 14-й выход в море субмарина завершила успешно, сообщает пресс-служба «Севмаша». Заводские ходовые испытания подтвердили высокие тактические и эксплуатационные характеристики корабля. Как говорят специалисты «Севмаша», «Северодвинск» – самая современная и малошумная отечественная подводная лодка. На государственных морских экзаменах кораблю предстоят маневрены, скоростные испытания и ракетные стрельбы. Далее ПЭЛ ждет передачи военно-морскому флоту. Две бомбы на этой неделе заложили северодвинцы в городских учреждениях. Сначала взрывчатку во вторую горбольницу пронес 24-летний северодвинец. Он же и вызвал спецслужбы. Также обыскивать пришлось здание аварийно-спасательной службы. Обоих подрывников нашли, теперь им грозит реальный срок. Необычную передачку принесли во вторую городскую больницу. Бомбу в пакете 24-летний молодой человек пронес в стены медицинского учреждения. Звонок о взрывоопасном предмете поступил на пульт дежурного около трех часов дня в субботу. К больнице выдвинулись все экстренные службы города. Телефонного хулигана задержали неподалеку, в одном из подъездов соседнего дома. Я сообщил, да. А то где бомба-то, где видели-то вообще? Я ее сам принес, так ее если нету, так что еще может? Я считаю, что за врунишку. Пускай так, даже лучше. А куда вы ее принесли, зачем в больницу принесли? Мне предлагали принести ее в полицию. А зачем нести бомбу в больницу? А куда вы еще там? Некуда вот в больницу. Мужчина пояснил, бомбу он оставил в одном из кабинетов. Но в каком именно, уточнить не смог. Сотрудникам в медучреждения пришлось эвакуировать сразу два этажа. Оказалось, молодой человек наведывается в больницу уже не в первый раз. То есть он ночью приходил? Так он и сказал, что в два ночи. Но он сказал, что вся охрана спала, и я прошел спокойно туда. Вот только его не пустили. Ну вот. Так не пустили, или он прошел? И вынимали уже сверху. Вот название у нас при меня же. Он прошел, а его откуда вниз? Откуда вниз его спустили, да? А, он пройти-то прошел. Кинологи с собакой принялись обследовать все помещения больницы. Однако опасный пакет найти не удалось. Кинолог с собакой бомбы никакой не обнаружил. После чего в отношении лица было возбуждено уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. На данный момент, так как гражданин не имеет постоянного места жительства, он заключен под стражу. Свои действия горе-подрывник объяснил алкогольным опьянением. Теперь заложенную информацию ему грозит три года тюрьмы. Кстати, придется ему и заплатить заложенный вызов. Страф внушительных размеров. К слову, сотрудники полиции считают, молодой человек сделал это намеренно, чтобы попасть в тюрьму. У него нет ни прописки, ни крыши над головой. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности, но в местах лишения свободы не бывал. Дмитрий Фимов, Семен Тарасов, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. У приюта бездомных животных четыре лапы появились враги. Группа людей обвиняет любителей четвероногих в мошенничестве. Весь спор родился на просторах интернета, там пока и остается. Причина якобы не предоставления приютам отчетов и чеков, куда расходуются пожертвования. Сейчас против благотворителей собирают подписи. Мы в ответе за тех, кого приручили. Эту поговорку сполна оправдывают волонтеры приюта «Четыре лапы». За каждый пакет корма и кастрированного кота по итогам месяца добровольцы отчитываются в соцсети ВКонтакте, выкладывают фотографии чеков и квитанций. Впрочем, этого для некоторых оказалось недостаточным. Группа северодвинцев организовала оппозицию. Люди требуют отчетов о собранных суммах на бумаге. В ответ на такое волонтеры занесли их в черный список. После этого была организована группа по поводу бродячих животных, где они призывали к тому, что животных этих нужно убивать. Соответственно, мы переписали всех людей, которые состоят в этой группе, и убрали в черный список. Те люди, которые состоят в таких группах, они не могут не иметь никакого отношения к приюту. Такое положение дел только обострило конфликт. Теперь придирчивые северодвинцы запаслись еще большим недоверием к приюту. Помимо отчетности о денежных средствах, их не устраивает и содержание животных. Якобы собранных денег должно хватить для нормального существования кошек и собак. Три кота ходят в один горшок. На что мы ответили, у вас дома три унитаза. По количеству жильцов, грубо говоря. На самом деле, те люди, которые занимаются животными, которых действительно живут животные, они знают, что и как. В приюте хранятся все документы. Это выписки из банка, чеки, квитанции. Убедиться в правильном расходовании средств может каждый. Двери пристанища бездомных четвероногих открыты всем. Я не утверждаю, что волонтеры приюта – обманщики. Нам нужны конкретные отчеты о собранных суммах. Вообще, я считаю, что приют «Четырелапы» не имеет права собирать средства, ведь он не зарегистрирован как приют. А значит, просто является клубом любителей животных. У недоверчивых северодвинцев нет цели закрыть приют. Тем не менее, уже собрано около двух десятков подписей с целью проверить прозрачность бухгалтерии. Дойдут ли жалобы до прокуратуры, зависит от полного предоставления всех отчетов. «Четырелапы» продолжат заниматься своей деятельностью. Например, в будущем отделят кошек от собак. Второй дом уже есть. Осталось запросить у администрации землю под его аренду. Кстати, в приюде предупреждают. Перед теми, кто за отстрел бездомных четвероногих, они отчитываться не собираются. Марина Хохлова, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Дождь с потолка мешает жильцам одной из квартир в доме на Советской 38 зайти в туалет. Целый месяц им на голову с верхних этажей течет вода. Все это время ходить в туалет приходится с зонтиком. Наконец, устранить течь в квартиру все-таки пришли долгожданные слесари. Но поток воды специалисты остановить не смогли. Около месяца защищаться зонтом от дождя в туалете приходится Ирине и ее семье. Причем маленькие жильцы квартиры заходить в уборную вообще боятся. Свою нужду дети справляют в ведро. Вода по трубам течет со второго этажа. А несколько дней назад здесь в доме на Советской 38 обвалился потолок на голову отцу семейства. Спустя неделю слесари все-таки пришли устранять протечку. Вот такую разруху они оставили после себя в туалете. Но трубу забетонировали. Впрочем, вода не дала себя долго ждать. Протекать вновь труба начала через несколько часов. А на этот раз вместо слесарей пришел мастер управляющей компании СМУ «Просвет». То, что у вас в доме находится, это все ваше. У нас неприватизированное жилье. У нас неприватизированное жилье. У нас писанное уже в 94-м году. Я говорила уже. Какая разница приватизирована? Какая разница? Ой, боже мой. Я с вами расцветом бесполезно разговариваю. Ты что выключил? Закат. На самом деле, Наташа, закат. Закат. Десять лет назад дом на Советской 38 признали аварийным. Здание изрядно покосилось. К примеру, в квартире Ирины Михайловой из двух комнат только одна жилая. Вторая – под склад. Ванная комната тоже пришла в негодность. Вот этот дом, про который вы говорите, он включен в адресную программу переселения из ветхого аварийного жилья. Он включен на 2014 год. Соответственно, в 2014 году при построительстве за счет средств фонда реформирования ЖКХ будут строиться дома и будут расселены вот эти дома. В 2014 году расселят 30 аварийных домов, говорят в администрации. Однако, в каком месте появятся новые здания, пока неизвестно. Ясно одно – переселенные жильцы получат равнозначные по площади квартиры. А значит, семье Ирины Михайловой, по предварительным прогнозам, в таких условиях придется перезимовать. Дмитрий Ефимов, Семен Самигулин, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. Всегда качественная продукция, быстрое обслуживание и минимальное количество конфликтов с клиентами. Какой магазин бытовой техники в городе лучший? Этой теме мы решили посвятить опрос недели. На суд зрителей мы представили шесть крупных салонов бытовой техники. В отборе приняли участие более 200 человек. После недельного голосования выяснилось, Северодвинсам нравится совершать покупки в сети М-Видео. Так считают 30% опрошенных. Серебро и бронзу за качество товара и обслуживание получили федеральные сети ДНС и Эльдорадо соответственно. Зрители предложили и свой вариант. Немало северодвинсов покупки совершают в интернете. Может быть именно потому, что там не хамят. Предлагать темы для сюжетов можете и вы поделиться с журналистами. Наболевшими проблемами можно в группе ТРК Северодвинс в социальной сети ВКонтакте. Или на сайте северодвинск.тв. Кроме того, в интернете вы найдете самые последние события нашего города и области. А завтра страна отметит День сотрудника органов внутренних дел. История этого праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал службу охраны общественного порядка и назвал ее полицией. Что в переводе с греческого означает управление государством. И до недавнего времени праздник носил название День милиции. После вступления в силу нового закона о полиции он стал называться День сотрудника органов внутренних дел. А какой погодой запомнится этот день, спросим у дежурной небесной канцелярии Ирады. Здравствуй, Рада. Здравствуй, Анна. Картина следующей недели такова. На градуснике до плюс четырех и дожди со снегом. О погоде на выходные узнаем сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске газета для бабушек и дедушек. В Северодвинске появится старый город. Кто здесь жил? Какие люди приезжали? С чем они сталкивались? Мы просто потеряем штрихи жизни нашего города. Максимальное погружение и крылатые ракеты полвека назад появились подводные лодки проекта 675. Испытываем швартовые испытания, ходим в море и заем в ход. О метео и астропрогнозах вам расскажет небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор – стоматологический центр «Престиж Дент». 10 ноября, по данным Гесметио, в Северодвинске ночью ожидается один градус тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс два. Пасмурно – небольшие дожди. Ветер южных направлений порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет стремительно падать и к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба. Воскресенье – страстный день. Астрологи предупреждают – сложно будет контролировать свои эмоции, особенно если вы решили изменить свою жизнь в противоположную сторону. А вот в сфере личных отношений постарайтесь обойти какие-либо изменения. Не время удивлять свою вторую половинку. Разве что улыбкой. А в этом вам поможет наш спонсор – стоматологический центр «Престиж Дент». Красивая улыбка – залог вашего успеха и здоровья. «Престиж Дент» ждет вас на Октябрьской 3. Я с вами прощаюсь. По-прежнему желаю побольше улыбок и отличного дня. До свидания. Стоматологический центр «Престиж Дент» использует немецкое высококачественное цифровое оборудование «Серона». Вам сделают панорамные и прицельные снимки зубов. Проведут дополнительные исследования пазух носа и сустава нижней челюсти. Маленьким пациентам в клинике предлагают лечение, удаление зубов и другие виды хирургических операций. Стоматологический центр ответить вас по адресу Октябрьская 3. Маленьким пациентам в клинике «Престиж Дент» Вкусно. Здорово. Свежо. Катуральный. Есть новости. В эфире «Вестник Северодвинска». Итоги недели мы продолжаем. В городе стало на одну газету больше. На свет появилось издание «Старый город». Пока вышел только пилотный номер, регулярно издаваться газета будет с 2014 года. В городе и области это будет первое издание, посвященное воспоминаниям и историям пожилых людей. Раиса Андреевна Эли Милах пока работает в кабинете одна. Редактор газеты «Старый город» готовит материал по письму читателя. Пожилой человек не в силах решить проблему самостоятельно, поэтому обратился в редакцию. На его дачу постоянно отключают электричество за чужие долги. В скором времени в газете появится проблемный материал на эту тему. А «Старый город» будет рассказывать о людях, событиях прошлого и радостях настоящего. Нам все интересно, что касается Северодвинска, естественно, и что сопутствует жизни северодвинцев. Нам важно, чтобы все сейчас перешерстили свои альбомы, чтобы посмотрели, какие были виды. Пока вышел первый пилотный номер газеты. На восьми полосах – «История из жизни», «Хроника прошлого» и «Добрые советы». Как называют «Старый город» создатели – это газета среднего и старшего поколения северодвинцев. Здесь нет слова «пенсионер», ведь пожилые люди очень почитаемы. Над газетой трудятся известные журналисты, бывшие нынешние сотрудники издательства. Олег Химанович, Александр Ипатов, Василий Рашев, Александр Бурлов плюс все жители города. Я буду писать главным образом истории старых улиц, старых домов, с которыми связана история, биография многих людей. Буду продолжать ту работу, которую начал в книге «А ты мне улица родная». Вот они сейчас, слава богу, живые, дай бог им там еще подложить. Но если мы сейчас не услышим их истории о том, кто здесь жил, какие люди приезжали, с чем они сталкиваются, мы просто потеряем штрихи жизни нашего города. Тираж первого номера старого города – 60 тысяч экземпляров. Потом он будет зависеть от подписки. Следующий номер уже новогодний. Регулярно газета будет издаваться с января 2014 года. Впрочем, свои письма, размышления, воспоминания и фотографии можно присылать уже сейчас. Информация по телефону 56-44-01. Марина Хохлова, Семен Тарасов, Вестник, Северодвинска. Первая и самая распространенная в нашей стране атомная подводная лодка проекта 675, вооруженная крылатыми ракетами, исполняется 50 лет. Всего на Севмаше таких построились 16. Субмарины испытывались на Северном и Тихоокеанских флотах, вели боевую службу в Средиземном, Индийском и Атлантическом океанах. Создателями легендарных кораблей встретилась Марина Хохлова. Подводные лодки проекта 675 по-простому сдатчики и военные называют раскладушкой. Основное вооружение этой субмарины составляли крылатые ракеты. Для старта они поднимались на угол 15 градусов. Поражать надводные корабли, а также порты и военно-морские базы с расстояния до 300 метров – таковы возможности подлодки. Ее проектирование началось 50 лет назад. С тех пор на Севмаше построено 16 кораблей. В возведении первого в 1963 году, а также последующих шести, участвовал Валентин Алексеевич Репин. Его задачей была эксплуатация паратурбинной установки. На этой лодке работали уже сквозные бригады, так называемые. Сами строим, ходим, испытываем швартовые испытания, ходим в море и сдаем флоту. Нам это было очень удобно работать в том, что мы видели в конечном счете результаты своего труда. Стрельба подводной лодки проекта 675 возможна лишь в надводном положении. Это ощутимые преимущества в борьбе с крупными надводными кораблями противника. Первая субмарина имела 8 крылатых ракет, а некоторые последующие по 16. Каждая длиной 10 метров и весом больше 5 килограммов. На ПЛ-675 проекта впервые в мире реализована возможность залповой ракетной стрельбы с избирательным поражением кораблей противника. Николай Васильевич Кирейчев, участник Великой Отечественной войны и ответственный датчик трех подлодок проекта 675, считает, эти субмарины самые лучшие по внутреннему размещению. Во-первых, на этих лодках уже для личного состава размещение более удобное. И камбус расположен более удобным. Кают-компания, отдел уже лучше. То есть, по сравнению с первым, с 658 проектом, день и ночь. Подлодки с крылатыми ракетами уже четвертого поколения проекта «Ясень» сейчас строятся на Семаш предприятии. АПЛ «Северодвинска» готовится принять на вооружение до конца этого года. Еще две – Казань и Новосибирск – появятся на свет до 2015-го. А в планах до 2020-го года построить еще около 10 подводных лодок. Госиспытание ракетами стреляем в Тихий океан. Довольно рыков лодкой этой. Подписан акт, заказ наш сдан. Марина Хохлова, Владимир Богомолов, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. И на этом у меня все. Чем удивит нас следующая неделя, узнаем понедельник. Обо всем интересном, что происходит рядом, пишите нам телефон для СМС-сообщений 911-550-3008. Или звоните номер 50-3008. Я с вами прощаюсь. До следующих выходных. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Не пропустите главное событие осени. Грандиозные скидки до 50% на весь ассортимент мебели «Лазурит». Только с 1 по 11 ноября «Лазурит» делит цены пополам. Успейте купить все, что хочется. Подробности по телефону 8-812-333-2369 или на сайте lazurit.com. Есть новости. Звони. Горячие линии телерадиокомпании «Северодвинск». 8-960-004-07-67. Билайн. 8-911-550-3008. МТС. Городской номер 50-3008. Телевидение твоего города. Телерадиокомпания «Северодвинск». Спонсор прогноза погоды – радиостанция «Ретро-ФМ Северодвинск». Воскресенье 10 ноября в Северодвинске ожидается ветер. Южных направлений порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составить 749 миллиметров ртутного столба. Пасмурно. Небольшой дождь. Тип погоды – третий неблагоприятный. Температура ночью 0,1. Днем от 2 до 3 градусов выше нуля. Спонсор прогноза погоды – радиостанция «Ретро-ФМ Северодвинск» 107,9 «ФМ». Лучшие хиты 70-х, 80-х, 90-х. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова